Добрый день, дорогие друзья! Я сегодня вас тоже не оставлю без моря. Всем огромнейший привет! Меня зовут Юрий Озаровский. И я с радостью вас приветствую на берегу реки Можипсин. Сначала небольшая такая ремарочка. Наши жители города Анапы, поселка Джимоте, начали сами разчищать русские реки. Счищают как могут, потому что технику им никто не выделил. И администрация не сдержала своих обещаний. Говорю о том месте, где подкова, в районе Джимоте, верхняя дорога. В большом, к сожалению, людям просто надоело тонуть. И они решили попробовать самим как-то повлиять на эту ситуацию. Я приехал сегодня к морю. И вам покажу здесь и снос дюн. И все, просто вернулся в Анапу. Тут, как говорится, трындец происходит. Маленькая вставочка. Вручную камыш убираем. Чистим. Технику нам никакую не дали. Навстречу нас так мэру и не позвали. В общем, делаем все руками. Все своими силами. И мы можем с вами теперь дальше продолжать нашу прогулочку. Всем хорошего настроения. Прекрасных моментов. И чтобы вот как-то все-таки административный ресурс работал так, как надо. Ну а теперь давайте уже по факту. 17.04.2022 год. Буду благодарен за подписку на мой YouTube канал, на мой YouTube канал. Везде можно найти меня как Юрий Азаровский. Также группа ВКонтакте. Личная страничка. Ну а самое важное, подпишитесь, пожалуйста, на Яндекс.Дзен. Это единственная платформа, которая сейчас может приносить доход блогерам. Поэтому буду благодарен. Если вам не сложно, зарегистрируйтесь. Сделайте подписочку. Юрий Азаровский и Занапа там нахожусь. Все. А мы с вами пойдем на море. Вообще дальше проезд запрещен. Здесь всегда стоял знак, который говорил о том, что дальше водоохранная зона. С той стороны еще пешеходная зона осталась. Здесь мы видим трассу накатали. Снесли дюны. Вы можете увидеть. Я опять-таки не выдумываю. Уничтожили растения. И к большому сожалению, наши все властные структуры опять молчат. Никто ничего не видит. Никто ничего не знает. В большом сожалению. Но у нас теперь так постоянно творится. То есть, если думать, я выдумываю. Вот он уже зелень первая. Помните, я приходил здесь. Радовался, появляется. Просто, не знаю, ширины кому-то не хватило. Чтобы, наверное, танки проезжали. А вот решили все снести нахрен просто. И мне, честно, до боли обидно, что вот так вот относится к нашим рекординационным ресурсам. Ведь, проехав по Черноморскому побережью, я увидел офигенные песчаные пляжи в других местах. А вот дюны есть только у нас. Дюны – это совокупность песка и растений, которые на них имеются. И вот уничтожая растения, песок просто выдует. И ничего здесь не останется. И потом, какой смысл ехать в Анапу? Вот скажите. Получается, люди просили технику, помощь в расчистке. Но им там не выделили, а сюда, так сказать, арендаторы пляжа готовы сами все это делать. Потому что будут зарабатывать здесь бабло. Да, здесь появится дорожка. Можно было там же как-то подровнять, но не залазить на дюны. Дюны никому здесь не мешали. Вот, я понимаю, хотят проложить вот этот настил. И чтобы рядом оставить еще для заезда машин. На пляж заезд машин. Это просто прям звучит. Зачем вы это делаете? Реку, кстати, я смотрю, что тоже русло изменили. Прокопали ее по прямой, чтобы она текла. Есть кто-нибудь? Эх, подвохи, подвохи. И при этом еще уничтожили фундамент, который здесь старинный, помните, я показывал. Здесь тоже смотрю, что так же подрезалось все. Вот мешают нашим предпринимателям наши любимые дюны. Ну, здесь, ладно, насыпной песок сняли, растений не было. И поэтому можно говорить, что русло взорвняли тем песком, который посносило. Теперь вот речки сказали, не теки на белой, теки прямо. Потому что там Фея-3. Находится пляж. И они уже потихонечку, так понимаю, начинают готовиться тоже к сезону, выставляют все. К сожалению, сегодня на закате у нас солнышка нет. Но время как раз-таки сейчас закатное подходит к 7 часам вечера. Вот так хотелось вам еще и закатик показать. Температура воздуха плюс 14 градусов сегодня. Временами и солнышко. Ну, я отдыхал после нашей поездочки. Там приводил файлы в порядок, скачивался. Уже несколько фотографий выложил, которые вы очень сильно оценили. Спасибо за все ваши комментарии. Это, честно, очень приятно. Так, ну, а здесь вроде бы пока без изменений. Единственное, ну, мусора точно стало меньше. Он, так сказать, поисчезал. Ну, его поубирали. Были субботники буквально. Вчера проходил в Анапе. Но все-таки его еще очень много. То есть там, 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 там. Мусор еще является на берегах. Здесь за счет того, что, видите, катался трактор. Искать нефтемейкатно не имеет смысла. Я думаю, тысячи гневных отзывов в интернете говорят о том, что еще они имеются. Их особо никто убрать не может. Сами люди тоже убирать нефть не могут. И организовать это тоже как бы себе дороже будет. Почему? Потому что все вот эти вот нефтяные вкрапления, сейчас тут опять руки пачкать, они являются опасными отходами, которые надо правильно собирать, утилизировать, уже все, испачкал руки. И утилизировать. То есть вот эта вся береговая линия, как раз таки, нефтяная тачка. Большому сожалению, вот эти. Я здесь очень много руками не хочу трогать. Вот они. То есть никто их не убрал. У меня тут недели не было. За неделю ничего не изменилось. Почему, к сожалению, завтра в туру предлагаю искупаться. Давай сходим. Надо будет бахил надевать, чтобы опять с черными пятками не оказаться. Сама береговая линия, в принципе, ну, кроме каких-то таких пакетов, да, чистая. Подальше от моря уберем. И, в принципе, нужно... Говорит, что даже море чистое. Главное, чтобы оно меня не искупало. Но это надо заходить, смотреть уже более четко. А так, в принципе, морешка, привет. Сегодня из-за тумана. Такое ощущение, как бы там соединяется с небом. Прям супер-супер вид. Эх, какова красота. Как же человеки не хотят ее сохранять. Ко мне вот один мой подписчик обращается и говорит, что Юрий, у нас есть техника, да, там для уборки пляжей. Я обращался в ваш мук. Ну, им что-то там не понравилось. А у нас в Анапе вот людей предлагают собирать. Хотя, ладно, на каменных пляжах там такая техника не пройдет. Но песчаные пляжи во всем мире выбираются механически. И очень обидно, что Анапа, которая славится песчаными пляжами, не может этим похвастаться. Мы приходили в Абхазии на пляж, допустим, Мока и показывал вам там чистая береговая линия. Почему у нас так происходит? Вроде бы Россия. Не Абхазия. Жалко, конечно. Но мусора, честно, у нас выкидывает больше, наверное, потому что ближе подходит течение. И читаю некоторые местные, пишут, что что вы там жалуетесь, те люди, которые приходят на пляж, типа, так, это нормально. Нифига ж, не нормально, когда мусор по пляжу валяется. Тем более, она валяется уже спустя столько дней после всех штормов. Я так понимаю, что просто такой объем не успевают убрать, в большом сожалению. А самое обидное, что Роспотребнадзор не нашел нефти на пляже. Ребят, я вот каждый раз могу выйти вам показать на любом пляже нефтепродукты. Я не знаю, что это конкретно, но то, что они есть, их очень много. Ну вот, прям пришел, прям здесь лежат, ждут вас. Бедные животные, их тоже очень много погибло. И дельфины, и те же самые птички наши любимые. Так, друзья, давайте замерим температуру водички, узнаем, какое у нас сейчас море. Итак, я могу констатировать факт, что температура моря в Анапе самая теплая у всех, который был. Ну так, как думаете, сколько? 13,8 градусов. Почти 14. Офигеть как! То есть завтра с утра придем купаться. Но с утра будет по-любому прохладнее, потому что у нас мелководный такой пляжик, и вода как и быстро нагревается, так и быстро остывает. Фух! Я очень надеюсь, что все-таки не пляжами быстро выставленным будет хвалиться Анапа, а чистотой береговой линии. Поверьте мне, если у вас не будет лежаков, люди на чистые песчаные пляжи приедут все равно. А вот на грязные, особенно в мазуте, ни у кого особо желания не появится приезжать. Поэтому, уважаемая администрация, займитесь вопросами, которые действительно важны. Это снос дюн, это чистота пляжей, чтобы было без нефти. Мы будем за это очень-очень благодарны, прям очень просим. Пожалуйста, хочется приезжать и хвастаться, посмотрите, а не вот это вот. Все. Ну, спасибо, уже хотя бы чище стало, но стало не до конца, в большом сожалению. Ладно, все, ребятки, спасибо, что были со мной. Не забывайте лайкосик, подписка и обязательно напишите комментарий. Я по всем вам скучаю. Завтра мы продолжим онлайн-трансляции, но сегодня я, честно, выходной отдыхаю. Спасибо большое за то, что вы у меня есть. Вы самые лучшие. Помните об этом и она по вас ждет просто нереально. как и хочет, чтобы приехали. Я имею в виду не про Анапу административную, а про людей, которые вас действительно ценят и любят. Потому что если вы к нам не приедете, мы будем с голода подыхать. Надо, чтобы все это понимали и знали. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok